Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. К вашему вниманию очередная задача отскопа дорог на знание правил дорожного движения. Кому из водителей разрешено продолжить движение в данной ситуации? Нам предлагают следующие варианты ответов. Водителю зеленого автомобиля, водителю трамвая, водителям зеленого автомобиля и трамвая, водителям зеленого и синего автомобилей, а также водителю трамвая или в данной ситуации всем водителям движение разрешено. Правильный вариант ответа, как всегда, в конце видео. А пока вы можете выбрать свой вариант ответа и время пошло. Итак, время вышло. Ваш ответ готов. А теперь вместе разбираем нашу сегодняшнюю задачу. Очередность и разрешенные направления для движения на данном перекрестке определяет светофор. Водителя зеленого автомобиля перед перекрестком встречает разрешающий, то есть зеленый сигнал светофора. Соответственно, движение в прямом направлении ему сейчас разрешено. Водителей синего автомобиля и трамвая перед перекрестком встречает запрещающий сигнал светофора в основной секции. Но дополнительная секция разрешает им движение только направо. А значит, намеряясь выполнить поворот направо, оба наши водителя могут продолжить движение. Понятное дело, уступая дорогу водителю зеленого автомобиля. Водителя желтого автомобиля перед перекрестком встречает запрещающий сигнал светофора. Но дополнительная секция разрешает ему движение направо. Перестроившись на трамвайные пути попутного направления и намереваясь выполнить поворот налево, водителю желтого автомобиля придется дожидаться разрешающего сигнала от светофора. Движение сейчас ему запрещено. Разобравшись с сигналами светофора, мы с вами выяснили, что продолжить движение разрешается водителям зеленого и синего автомобилей, а также водителю трамвая. Правильный вариант ответа номер 4. Если разбор данной задачи был вам интересен, то ставьте лайк, подписывайтесь, поделитесь задачей с друзьями или прокомментируйте. А я на сегодня с вами прощаюсь, до новых встреч.